В Лукоянове водители местного муниципального предприятия объявили забастовку и отказались возить пассажиров. Общественный транспорт не ходил ни внутри города, ни в районе. Причина – невыплата заработной платы сотрудникам. Им до сих пор не выплатили зарплату даже еще за сентябрь. Когда водители отказались выходить на работу, к ним приехал глава местной администрации и попытался их уговорить. Зачем вы пришли нас уговаривать работать? Мы вам написали, мы с субботы перестаем работать. Я вас не уговариваю. Я хочу разъяснить ситуацию, как складывается на сегодняшний день. Нечего здесь разголадывать, не нужно с теплового хорошего. Пошли домой. А у нас дети, у нас жены. Я из твоего кармана 9 миллионов не достал. Ну и все, ну и договариваться, это не договаривать. А вы пробовали своими детьми дома сидеть? Они есть вопросы, а что я им дам? Если он сказал, что зарплату вам может вообще не выплатить. Мне ответить, вот лично я виноват, что эти долги накопились. Лично я, как работаю. Вы как водитель, нет. А почему я не получаю зарплату? Почему я должен страдать, что кто-то... Так грубо выражаясь, скажем, руководитель ни хрена не платил, а я должен ждать. Почему я должен ждать? Вы хватит нас считать за быдло. Я шли отсюда. Как за быдло считали? Все. Забастовали, больше выхода не было. У людей кредиты, у людей дети. У меня маленький ребенок, куда мне девать? Я не один, я с женой работаю на предприятии, мне что делать? Потому что у нас долги по налогам. Ну, они накопились за ковид полгода того и полгода этого. Все, они выехали, мы прекратили. Ну, сутки в район был без разного сообщения. Совсем? Ровно сутки, да. Ну как, у нас просто накипело. У всех есть дом, дома дети. Также вы сами прекрасно понимаете, коммуналку надо платить регулярно, а то приезжают отрезать. Просто у коллектива накипело уже через край. Водителям по две тысячи предлагали за рейс, наличку, прямо на руки. Но водители не пошли на это. Начали тут разговор, они говорят, так, мы вам даем зарплату за сентябрь, а вас за октябрь. Я говорю, нет, пока полностью не рассчитайте, нет. Мы стали уходить, буквально через 15 минут, они говорят, получайте полностью. Аптобусы не выходили во вторую смену на линию, на следующий день в первую. Почему-то у них денег не было, нашлось, даже в субботу выплатили нам все зарплаты. Да, действительно денег нет в бюджете на эти цели. Поэтому пришлось снять с одних статей и поставить на статьи, которые выплатить им субсидию для погашения их кредиторской задолженности. Что, собственно говоря, произошло в максимальной сжатой сроке. Район без автобусов поставили. Ну, по идее, мы, может, в чем-то и не правы. Мы это понимаем, что народу надо ездить. Но и нас народ должен понять. Кстати, виновным во всей этой ситуации, как сообщили нам в администрации, признали главу этого автопредприятия, который приходящие деньги вместо того, чтобы направлять в первую очередь на зарплату, направлял на выплату налогов. К этому моменту глава автопредприятия уже уволен.